человечество существует уже около 350 тысяч лет но прошло совсем немного времени с тех пор как она начала объединяться в то что мы называем цивилизациями за всю нашу историю на этой планете люди объединялись благодаря развитию сельского хозяйства животноводства и в конечном счете письменности из тысяч существовавших цивилизации большинство исчезло немногие остались в том же месте где они возникли например китайцы или египтяне многие древние цивилизации существовали на протяжении всей истории человечества но некоторые из них просуществовали дольше чем вы можете себе представить древнейших известных цивилизаций в мире возможно больше нет но они просуществовали достаточно долго чтобы дать миру колесо правительство религию и все остальное что люди разработали за последние 10 тысяч лет сегодня я расскажу про некоторые из самых древних цивилизаций в мире чтобы не пропустить новые ролики убедитесь что подписались на канал о важных новостях я рассказываю в телеграме и группе вконтакте поддержать канал рублем можно на бусте или донейшн элертс все ссылки в описании и так эта история по черному поехали чатал хьююк была одна из самых ранних известных цивилизаций в южной анатолии цивилизация чатал хьююк известна по изображениям останков большого неолитического протогорода поселение существовало между 7500 и 5700 годами до нашей эры что делает его одна из самых ранних известных цивилизаций в мире считается что это место было выбрано из-за наличия русла реки и аллювиальной глины которые были бы полезны для сельского хозяйства руины чатал хьююк были включены в список всемирного наследия юнеско 2012 году аингхасал это неолитическое поселение расположенное на территории современной иордании недалеко от гражданского аэропорта аммана это место датируется более чем 9000 летней давностью но возможно она может быть и старше читается что цивилизация аингхасал насчитывала около трех тысяч человек что делало ее одним из крупнейших населенных пунктов существовавших в то время на этом месте были найдены керамические изделия а в ходе раскопок были отмечены методы захоронения о людях цивилизации аингхасал известно не так много поэтому это место охраняется всемирным фондом памятников цивилизация норта чику была сложной перуанской цивилизации которая процветала между 4000 и 1800 годами до нашей эры общество было разделено на 30 крупных населенных пунктов разбросанных по региону норта чику на северо-центральном побережье перу первый город уариканга был заселён около 3500 года до нашей эры что привело к развитию подобных городов по всей территории конце концов примерно в 1800 году до нашей эры общество пришло в упадок цивилизация норта чику считается самой древней в северной и южной америки месопотамия была регионом расположенным между реками тигр и ефрат на территории современных ирака кувейты саудовской аравии и сирии множество различных цивилизаций существовало по всеми сапотами между 3500 и 500 годами до нашей эры включая акадцев шумеров ассирийцев и вавилонян самого начала записанные истории конечном счете она была завоевана империи ахименидов иначе известные как первая персидская империя позже она пала под властью александра македонского и империи селевкидов за которые последовала парфянская империя и наконец римляне несопотамию часто считают колыбелью цивилизации из-за развития письменности сельского хозяйства и систем управления хараппская или инская цивилизация также известная как цивилизация долины инда была цивилизацией бронзового века существовавший с 2200 по 1900 год до нашей эры это была одна из трех ранних колыбелей цивилизации найденных в южной азии цивилизация возникла в период засушливости которая постепенно сократила количество питьевой воды используемой в сельском хозяйстве и потреблении несмотря на то что это привело к концу харапской цивилизации люди остались на этой территории где они в конечном итоге заселили то что станет афганистаном пакистаном и индией ранний династический период древнего египта существовал с 3100 по 2686 год до нашей эры после объединения верхнего и нижнего египта это продолжалось до тех пор пока в 2686 году до нашей эры не возник период известный как старое царство первоначально столицей считались тибы но в конце концов была перенесена в мемфис несмотря на то что пирамиды были построены только после окончания периода ранних династий за тот период было сделано много инноваций в искусстве религии и архитектуре которые помогли сформировать египетскую культуру которая будет развиваться и после этого времени греческие острова были заселены на протяжении тысячелетий но цивилизация известная как древние греки существовала между 27 и 15 веками до нашей эры древняя греция известна тем что подарила миру понятия демократии театра мраморных скульптур и многих других культурных различий которые невозможно сосчитать греческая цивилизация помогла создать те которые последовали за ней включая македонскую империю александра македонского которая состояла из людей говорящих по-гречески первых римлян и наконец византийскую империю которая была продолжением рима на которую сильно повлияла греческая культура потому что они тоже говорили по-гречески цивилизация мая была мезоамериканской цивилизации наиболее известной тем что она была единственной южноамериканской цивилизацией создавший полностью развитую систему письма она также хорошо известна своей уникальной архитектурой включая ступенчатые пирамиды или зиккураты в том числе строением под названием эль-кастильо в чеченице майя существовали в течение 3500 лет как полностью развитая цивилизация в конечном счете уступили колонизации южной америке испанской империи последний город майя но и пятен пал в 1697 году почти через 800 лет после того как цивилизация в основном вымерла в результате широкомасштабного политического коллапса китайская история простирается дальше чем любая другая оставаясь на одном и том же месте в той или иной форме в течение почти четырех тысяч лет первая китайская цивилизация пустившая корни сделала это при династии ся с 2070 по 1600 год до нашей эры от этого периода не сохранилось никаких письменных свидетельств но на него ссылались последующие поколения ранняя китайская культура возникла между регионами хуанхэ и янцы где она процветала на протяжении тысячелетий современная китайская культура была основана на самых ранних народах региона демонстрирующих непрерывные и длительные традиции альмеки были самой ранней известной цивилизации в мексике которая существовала между 1500 и 400 годами до нашей эры область которой они процветали было местом обитания более ранних культур но культура альмеков выросла как первая мезоамериканская цивилизация полностью утвердившиеся в регионе они были известны тем что практиковали ритуальное кровопускание и создавали гигантские каменные головы которые именно так и называются на снимке изображена великая пирамида влавента в табаско крупнейшая мезоамериканское сооружение своего времени она была построена две с половиной тысячи лет назад и несмотря на тысячелетнюю эрозию она все еще возвышается на 34 метра в высоту над равнинным ландшафтом инки построили самую большую империю в доколумбовой америке существовавшую вдоль западного побережья южной америки от эквадора до чили с 1438 по 1532 год нашей эры империя быстро росла как за счет мирной так и за счет воинственной ассимиляции которая привела к объединению многочисленных мелких этнических групп империя выглядела так как будто она будет продолжать расти но 1532 году поддалась испанской колонизации их гибель произошла менее чем через столетия после основания испанской империи цивилизация ацтеков была мезоамериканской культурой которая существовала на большей части центральной мексики между 1300 и 1521 годами нашей эры культура была организована в отдельные города государства состоящие из множества этнических групп проживающих центральной мексики ацтеки процветали до 1519 года до тех пор пока небольшая группа испанских конкистадоров во главе с эрнаном кортесом не проникла в центральную мексику течение двух лет их столица теначтетлан пала и цивилизация была фактически уничтожена на его пепелище вырос мехико и то что в конечном итоге превратилась мексиканскую нацию римляне существовали в риме и его окрестностях 753 года до нашей эры пока цивилизация окончательно не рухнула в 1453 году нашей эры до того как он стал империей и до того как стал республикой рим существовал как царство 753 по 509 год до нашей эры рим стал презирать монархию именно поэтому он превратился в республику но до того как это произошло римское царство существовало как протоцивилизация того что станет римом будущего царство было намного меньше того во что превратился впоследствии город даже несмотря на то что в нем было семь королей последний из них был свергнут 509 году до нашей эры персидская империя одна из самых продолжительных и самых поздних цивилизаций существовавших в той или иной форме 625 года до нашей эры до начала двадцатого века первые дни империи известной как империя ахименидов была основана киром великим после его завоевания медийской лидийской и вавилонской империи это была самая большая сопредельная империя существовавшая в древнем мире после империи ахименидов и сасанидов персия продолжала существовать течение трех последующих империй пока династия каджаров не прекратила свое существование в 1925 году нашей эры вот такие были древнейшие цивилизации в нашем мире буду рад если рассказал вам что-то новое ну или напомнил о том о чем вы забыли по традиции для тех кто досмотрел до конца давайте напишем в комментариях теперь я знаю какие были цивилизации древнем мире спасибо что досмотрели до конца не забывайте подписываться оценивать ролик лайком и оставлять ваше мнение в комментариях а это был алек черный всем пока